МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Соревнования на высоте в Люберцах проходит чемпионат WorldSkills Russia. Слоники для опоры в Музее психологии прошла благотворительная акция. Ловкие пальцы и идеальный слух. Пианист-виртуоз Сеня Сон удивил люберчан. Минтрансобласти провел утренний рейд в Люберцах. Поводом стали неоднократные жалобы местных жителей и на нехватку автобуса в длинные очереди, чтобы сесть в маршрутку и пробки. Решением ведомства уже введены дополнительные автобусы до метро Выхина, Новокосино и железнодорожной станции Люберцы-1. Кроме того, продлили маршруты до улицы Вертолетная. Теперь жители смогут быстрее добираться до метро. В утренний час пик примерно с 6 утра на улице Вертолетная-20. В Люберцах выстраивается длинная очередь на автобусы и маршрутные такси. Проблема с выездом из микрорайона перед жителями стояла с летнего периода. Сейчас, в зимнее время, из-за погодных условий движение затруднено еще больше. Каждый день по-разному. Я не знаю, от чего это зависит. От количества машин, которые дают владельцы этой компании. Либо от погодных условий, от пробки. То есть от разных факторов. Около остановки на улице Вертолетная выстраивается несколько очередей. Быстрее двигается так, где люди не против поехать стоя. Другая же для тех, кто все-таки предпочитает ехать сидя. Именно здесь люди теряют время в ожидании. К решению этой проблемы подключилось Министерство транспорта Московской области. И сейчас видны результаты. Уже несколько дней вместо 30 и более минут в очереди ожиданий составляет 10 минут. Ситуация вообще, конечно, не очень хорошая. Пробки ужасные. Доехать до работы очень тяжело. Но видно, что они стараются наладить все это. Поэтому, я думаю, все-таки бригаду нас на это вернули, нашу старую. Я думаю, что наладится. Представители Министерства транспорта Московской области совместно с администрацией Люберецкого округа проверили работу перевозчика «Рантранс», который обслуживает новые жилые комплексы этого микрорайона. Основанием для проверки стали обращения граждан, поступающие в социальные сети. И на сайт «Добродел». Уже сейчас в районе жилого комплекса Люберца наблюдается положительная динамика решения дорожных проблем. Раньше, когда только запускался данный микрорайон в Люберцах, на маршруте было всего 15 машин малого класса. Сейчас, проработав этот вопрос с перевозчиками, мы увеличили это количество. И получается, что мы увеличили количество машин до 25 практически в два раза. И мы не только увеличили количество, но и увеличили вместимость. То есть мы поменяли машины малого класса на средний класс. Теперь вместо 18 сидячих мест у нас в машине практически 30 сидячих мест. Так, в настоящее время перевозку осуществляют 20 автобусов среднего и 5 малого класса. Помимо расширения автопарка, планируют увеличить пропускную способность самой дороги. Уже принято решение о продлении трассы следования маршрута 1232К до улицы Вертолетная. Вот мы находимся сейчас на остановке. Время 7 часов 45 минут. И видно, что по большому счету людей на остановке уже нет. Будет увеличиваться количество транспорта именно в эти часы. Прорабатывается сейчас вопрос, как это сделать для того, чтобы в эти 45 минут людей вывозить как можно оперативнее. Результаты работы замечают и сами водители общественного транспорта. Три минуты утренний час пик, интервал у нас. А потом уже по шесть минут работаем. Также для экономии денег во всех автобусах и маршрутных такси установлены терминалы для оплаты картой «Стрелка». Отметим, что в целом дорожно-транспортная ситуация в районе жилого комплекса нормализована, считают в Минтрансе. Мария Антонова, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Владимир Ружицкий подписал соглашение о сотрудничестве администрации городского округа Люберцы с Московским областным союзом промышленников и предпринимателей. Мероприятие прошло в местной администрации. Подробности далее. Подписан важный документ – соглашение о сотрудничестве администрации городского округа Люберцы и союза промышленников и предпринимателей Московской области. Он призван создать благоприятные условия для работы бизнесменов в муниципалитете, укрепить их финансовое положение, а также в целом повысить уровень социально-экономического развития округа. Подготовка согласованных предложений по совершенствованию регионального и федерального законодательства, обеспечивающего развитие деятельности организации научно-промышленного комплекса, организации проведения научно-прохнических конференций, семинаров, круглых столов по актуальным вопросам развития организации промышленности городского округа Люберцы. Кроме того, соглашение предусматривает участие союза промышленников и предпринимателей в подготовке местных кадров, организацию тематических обучающих мастер-классов и лекций, а также иную помощь. Любого предпринимателя что интересует? Земельный участок, площади, инженерия и неплохо, если кто-то еще деньги дает. Поддержка бизнеса. У нас в 2017 году на поддержку бизнеса было 3,8 миллиона рублей. В следующем году мы ставим задачу где-то в пределах не менее 7,5 миллионов рублей. Эти деньги мы закладываем, есть определенные процедуры, конкурсные, есть определенные условия. Финансово-экономический климат в округе глава оценивает как благоприятный. По его словам, на сегодняшний день на территории уже создали 1740 новых рабочих мест. Кроме того, в муниципалитете активно функционирует местный союз промышленников и предпринимателей, а также Люберецкая торгово-промышленная палата. Мария Лапчева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах состоялись публичные слушания по проекту бюджета городского округа на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. Активное участие в обсуждении главного финансового документа приняли сотрудники администрации, депутаты, а также общественные деятели. Общий объем доходов Люберец на 2018 год определён в размере 8 миллиардов 783 миллионов рублей. Бюджет муниципального образования сформируется за счёт налоговых и неналоговых платежей, а также безвозмездных перечислений. А расходы городского округа, по прогнозам экспертов, превысят доходы и в следующем году составят более 9 миллиардов рублей. Самые большие статьи расходов отведены на образование, благоустройство, культуру и спорт. Муниципальная программа образования городского округа Люберцы. Средства предусмотрены в сумме 5 миллиардов 36 миллионов рублей. Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями округа в сумме 4 миллиарда 479,9 миллиона рублей. Строительство школ 33,3 миллиона рублей. Проведение ремонтов 54,2 миллиона рублей. Всего за счёт местной казны будут финансироваться 24 программы. Это обеспечение безопасности граждан, дороги, информирование населения о работе органов местного самоуправления и многие другие. Публичные слушания по обсуждению проекта бюджета были признаны состоявшимися. Следующим этапом станет утверждение документа на очередном заседании Совета депутатов. Мария Лапчева, Луиза Игиазарян и Александр Погданов, телеканал ЛРТ. Состоялось очередное заседание Совета депутатов городского округа Люберцы. На нём был утверждён бюджет муниципалитета на 2018, 2019 и 2020 годы. Также депутатами был разработан план по реализации этих денежных средств. На этот раз заседание депутатов Люберецкого округа стало историческим. Впервые был принят консолидированный бюджет городского округа Люберцы. Планируемый объём доходов на 2018 год составит около 9,5 миллиардов рублей. При этом дефицит бюджета 440 миллионов. Помимо этого, глава отметил плюсы преобразования Люберец из района в округ. По его словам, это позволило высвободить около 270 миллионов рублей за счёт экономии на управленческих расходах. У нас сегодня появилось 270 миллионов рублей, которые мы можем потратить на те нужды, которые востребованы на территории. Поэтому тоже должны знать, куда уйдут эти деньги. Много жалоб на территории – это дороги. Поэтому на дорожное хозяйство мы запланировали с этих денег 52 миллиона рублей. На благоустройство территорий – 10 миллионов рублей. 32 миллиона рублей будут направлены на социальную политику. Помимо этого, планируется выделить денежные средства на сферу культуры и образования. Также по многочисленным просьбам на следующий год предусмотрена реконструкция котельной и водозаборных узлов в посёлке Малаховка. Далее был поднят вопрос об увеличении платы за капитальный ремонт для тех, кто снимает жильё по договорам социального найма Муниципального жилищного фонда. Таким образом, платы за наём с 1 января 2018 года ставят 9 рублей 7 копеек. То есть рост на 4,5% или 42 копейки в существующем периоде. Подводя итоги, глава округа поблагодарил присутствующих за проделанную работу и отметил, что только продолжая работать сообща, можно добиться ещё более высоких показателей в работе. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Технология выборов, мифы, связанные с ними и их роль в современном мире. Об этом и многом другом президент Центра политического обучения и консультирования Олег Кудинов рассказал на лекции. Она прошла в рамках партийного проекта «Единой России» и «Гражданский университет». «Гражданский университет» — федеральный проект, нацеленный на теоретическую и практическую подготовку заинтересованы молодёжи, гражданских активистов и членов партии «Единая Россия». Лекция — это только одна из форм просвещения граждан. Для молодёжи мы проводим практические занятия, связанные с непосредственным посещением органов государственной структуры. Мы уже были в Совете Федерации, в Московской областной думе. При посещении данных экскурсий на практике молодые люди узнают, как устроена данная структура власти, как организуется работа, кем она организуется. Чтобы разбираться в системе выборов и в целом понимать политическую ситуацию, необходимо начать с изучения элементарных вещей, отметил Олег Кудинов. Перед началом лекции он изучил аудиторию, чтобы обозначить основные темы для разговора. Будем переходить к технологиям, к неким вариантам, к неким сложным вещам, которые иногда приходится решать во время выборов. Но главные точки отметим те, которые обычно уходят из поля зрения людей, которые первый раз на выборах и всё прочее. Одна из задач гражданского университета — стать звеном во взаимодействии местной власти и общественных движений. Повысить свой уровень знаний и поучаствовать в дискуссии пришли представители молодой гвардии городского округа Люберцы. Для молодёжи это очень важно — участвовать в выборах, потому что именно наше поколение в будущем будет решать какие-то глобальные вопросы. И если сейчас они научатся тому, что это будет важно в будущем, то всегда это будет хорошо. Лекция «Технология выборов» вызвала бурное обсуждение. В рамках неё одни развеяли для себя мифы, другие прояснили волнующие вопросы. Но главное, что благодаря подобным мероприятиям повышается понимание людей такой, казалось бы, простой, но в то же время сложной темы выборов в России. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Свой 16-й день рождения отметила партия «Единая Россия». По этому поводу в местном отделении прошёл приём граждан. На этот раз проблемы жителей решали глава Владимир Ружицкий и депутат Московской областной думы Игорь Каханы. В этом году вдруг стали поступать извещения. Валерию Александровичу приходит извещение из налоговой службы. Согласно им, мужчина должен оплатить налог на имущество. Однако он, пенсионер, а значит, освобождён от этой обязанности. Разобраться в этой ситуации чиновники пообещали в считанные сроки. Мы вам отзвоним буквально на... Тогда пожелаю вам бодрости, духа и здоровья. Вопрос имущественного характера волнует и Нину Коркину. Переселенцы из Витхого жилья. Компания «Застройщик» принуждает оплатить за разницу в квадратных метрах. Несмотря на то, что первую волну новых жильцов это не коснулось. Сейчас я ничего не скажу. Мы с Игорем Валерьевичем попробуем переговорить с Позняковым. Понять, попытаемся убедить, чтобы он как-то пошёл навстречу. Другие вопросы на встрече касались благоустройства города и парковочного пространства. Все проблемы, волнующие жители, взяты под личный контроль Владимира Ружицкого и Игоря Каханова. В завершение мероприятия однопартийцы местного отделения поздравили друг друга с 16-летием Единой России. Пополнить ряды единороссов и заявила желание руководитель портала «Риама» в Люберцах Людмила Шевченко. Отмечу, это знаковое событие совпало с её днём рождения. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. К другим новостям. В честь Международного дня людей с ограниченными возможностями в Люберецком дворце культуры состоялся концерт. Для жителей городского округа выступили творческие коллективы, а наилучшие пожелания прозвучали от руководства муниципалитета. Международный день инвалидов отмечается более 20 лет. Он призван привлечь внимание общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями и помочь им адаптироваться в современном мире. Как правило, 3 декабря для людей этой категории проводят выставки, концерты, а также различные акции. По традиции, Люберецкий дворец культуры в этот день распахнул свои двери для местных жителей, которые в силу различных обстоятельств имеют отношение к этой дате. Я искренне желаю, чтобы у каждого из вас внутри был такой живой огонек. Было желание жить, творить, нести радость. Вот эта радость, она будет передаваться другим, и вы будете просто от этого себя еще лучше чувствовать. На территории городского округа Люберца проживает около 22 тысяч инвалидов. Более 700 из них – дети. Неоценимую помощь и поддержку этим людям оказывает учреждение социального обслуживания. В этом году в муниципальном образовании появился Центр оказания комплексных социальных услуг. Из нашего Люберецкого комплексного центра туда перешли все социальные работники. И теперь социальные работники оказывают помощь, также продолжают ее оказывать тем гражданам, которые нуждаются в этой помощи. Всем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и, конечно же, всего самого-самого доброго. После поздравлений для жителей Люберец начался концерт. На сцене Дворца культуры выступили творческие коллективы, юмористы, а также симфонический оркестр. А ветеран Великой Отечественной войны Георгий Новиков исполнил песню. Давай поднем друг другу руки, и вдали путь на долгие годы. Мария Антонова, Луиза Игия Азарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. В Подмосковье в первый день зимы прошла масштабная акция «Зимний парк». Ровно в 6 часов вечера в 50 подмосковных парках культуры и отдыха одновременно зажглись огнями новогодние елки. В Люберцах мероприятие прошло в Наташинском парке. Зима в этом году пришла без опозданий. Уже в первый же ее день выпало достаточно много снега. Это только усиливает волшебное настроение, ведь совсем скоро один из самых любимых нами с детства праздников – Новый год. Но пока мы здесь, в Наташинском парке, ждем чудесного преображения елки, давайте узнаем у Люберчан, как они провели 2017-й и чем он им запомнился. В этом году я встретила свою любовь, вышла замуж, и скоро мы ждем пополнения в семье. Классный, короче, год. И в этом году у меня родился племянник еще. Я купила себе новую квартиру. Отлично провели, скажу я вам. Много нового узнали, в университете учимся, и вообще общественно-политической жизнью живем. Дочка родилась, считается. Пока люберчане делились впечатлениями от уходящего года, на сцене пели, шутили, танцевали и всячески развлекали собравшихся. Поздравить жителей Люберец с началом зимы в этот вечер приехал и глава Владимир Ружицкий. Такой хороший зимний вечер. Я искренне всем желаю и радости, и счастья, и новогодних улыбок, потому что Люберцы – самый лучший город на планете. Главным событием вечера стало торжественное зажжение огней на елке. Прямо на сцене заветную кнопку нажал глава Люберец вместе с детьми. Собравшиеся в Наташинском парке в этот вечер в полной мере ощутили приближение Нового года. Гостей ждали песни и танцы, ярмарка, хендмейд-товаров, фотосессия с символом наступающего года, собакой, катание на лошадях. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. А теперь о спорте. В Люберцах подвели итоги футбольного сезона 2017. Мероприятие прошло во Дворце культуры. В торжественной обстановке медали и кубки получили лучшие из лучших спортсмены, тренеров и арбитры. Мы сегодня собрались подвести итоги футбольного сезона, потому что Люберцы, мы всегда говорим, это территория спорта. А самый массовый вид спорта в Люберцах какой? Футбол. Конечно, футбол. Церемония награждения победителей – это всегда волнительно и радостно. Сегодня на эту сцену вышли лучшие футбольные команды городского округа Люберцы. Они получили заслуженные награды из рук главы муниципалитета и почетных гостей праздника – футболистов московского локомотива братьев Миранчуков. Сегодня этим видом спорта в округе занимаются около полутора тысяч человек. И это только те, кто посещает футбольные секции. А ведь в муниципалитете развит и дворовый футбол, и игры на школьных стадионах. Футбол – это командная игра, когда ты надеешься на своего коллегу, на своего партнера, который вовремя пас отдаст, или которому ты отдашь, который вовремя тебя подстрахует. По словам главы муниципалитета Владимира Ружицкого, развитию футбола в Люберцах уделяют много внимания. Сейчас в округе четыре поля с искусственным покрытием. В следующем году планируется открыть новые. Также в перспективе – реконструкция стадиона «Торпеда». Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Сотрудники ГИБДД проверили техническую исправность общественного транспорта Люберецких автоколонн. Также в рамках оперативного мероприятия «Автобус» водителей ждала важнейшая профилактическая беседа о безопасных перевозках пассажиров. По данным автоинспекции, за 11 месяцев 2017 года на территории округа совершено 30 ДТП с участием общественного транспорта. Половина из них – столкновение с другими участниками движения. Остальные – наезды на пешеходов и падение пассажиров в салоне. В основном дорожно-транспортные происшествия, где страдают пассажиры в салоне автобуса, происходят, как ни странно, по вашей вине, потому что вы совершаете резкое торможение. Чтобы избежать подобных случаев, инспекторы ГИБДД в очередной раз напомнили водителям основные требования перевозки пассажиров. А также предложили им установить в салонах транспорта камеры видеонаблюдения. Было разъяснено, что имеют случаи фальсификации гражданами таких видов ДТП. И было нацелено руководство перевозчиков на том, чтобы транспортные средства оборудовать видеорегистраторами, которые, находящиеся в салоне, позволят избегать таких ситуаций, когда лжепострадавшие обращаются в лечебное учреждение. Для пассажиров, в свою очередь, госавтоинспекторы развесили информационные листовки, напоминающие о том, как важно держаться за поручень во время движения транспорта. Оперативное мероприятие «Автобус» — это не только слова, но и действия сотрудники дорожно-постовой службы. Проверили документы у водителя, а также проинспектировали техническое состояние транспорта Люберецких автоколонн. И, как оказалось, далеко не все содержат свой автомобиль в полной исправности. Не работает пара дальнего света, левая, а также неисправность стеклоочистителя. Именно вода не подается на стекло в грязную погоду. При эксплуатации при данном неисправности запрещено. В связи с этим он будет привлечен к административной ответственности. Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» проходит на постоянной основе. В 2017-м госавтоинспекторами технического надзора проведено 38 проверок общественного транспорта. По ним к административной ответственности привлекли 82 водителя. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В учебном центре «Мособулпошспас» прошла водолазная квалификационная комиссия. Сотрудников спасательной службы проверили на профпригодность. Их ждали теоретические медицинские экзамены. Кроме этого водолазы погрузились на глубину, покрытого льдом Малаховского озера. В составе спасательной водолазной группы минимум три человека. Водолазы исполняющий и страхующий, а также руководитель спусков. Задачи каждого важны и взаимосвязаны. В первую очередь перед погружением необходимо проверить снаряжение, исправность акваланга и костюмов, чтобы все было герметично. Перед спуском водолаз обязан провести рабочую проверку. То есть в нее ходит внешний осмотр, все ли на месте. Потом проверяет по специальному манометру наличие воздуха. Затем проверяет легкость дыхания, как легко ли дышится водолазу или с нагрузкой. И на вкус даже воздух проверяется. Погружения в зимнее время сложны и опасны. Из-за низкой температуры и плохой видимости под водой приходится ориентироваться на ощупь. Водолазов можно сравнить с космонавтами. Их погружение, как и выход в космос, требует особой собранности и концентрации. Чтобы сдать экзамен, спасателям необходимо пройти под водой 20 метров, найти веревку, которой привязан шар и вернуться обратно. Все отлично с этим справляются и даже шутят о том, кого еще можно встретить на дне покрытого льдом озера. Ты думаешь, они там зимуют? Раки? Где раки-то зимуют? Квалификационная водолазная комиссия проходит каждый год. Спасатели должны сдать теоретические и практические экзамены, а также пройти медицинскую проверку. Всего к водолазным спускам допущено 60 человек. Их основная задача – это поиск людей, пропавших в водоемах. Этот осенний период, в ноябре, в отличие от прошлых лет, тоже выдал на большое количество утонувших. В основном это были рыбаки, которые резали лодки, переворачивали с лодок. И в этом ноябре месяце у нас также были пару случаев несчастных с подводными охотниками. МОЗ «Облпошспас» уже 10 лет осуществляет задачи по ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполняет аварийно-спасательные и поисковые работы на территории Московской области. С началом зимы такой работы может стать больше. Поэтому не пренебрегайте мерами безопасности. Родители, не оставляйте детей без присмотра вблизи замерзающих водоемов. Будьте осторожны. Данил Михайлов, Андрей Скрипкин. Специально для телеканала ЛРТ. В последние пять лет ежегодно наблюдается тенденция к снижению количества возгораний. Однако количество пострадавших остается на прежнем высоком уровне. Чтобы предотвратить подобные происшествия, сотрудники МОЗ «Облпошспаса» отработали действия по спасению людей с верхних этажей высотных зданий. Учения прошли в Люберцах совместно с сотрудниками коммунальных служб. Высокая застройка современных городов создает дополнительные сложности для пожарных служб. Тушение огня на высоте свыше 10 метров требует применения особой техники и квалификации. Именно для отработки подобных происшествий службы ГОО и ЧС проводят учения. Тем более, что пожары в высотных жилых домах случаются все чаще. Причем не только в Люберцах, но и по всей стране. Глава городского клуба Владимир Петрович Ружики поручил нам провести такие занятия с управляющими компаниями, чтобы отработать, показать, какие возможности наших сил и средств. Основным способом эвакуации людей из многоэтажек является пожарная лестница, ведущая к запасному выходу. В случае недоступности запасного выхода пожарная бригада приступает к реализации дополнительных спасательных операций с применением специального оборудования. Многие спасательные устройства – это автолестницы. В данном случае это лестница 50-метровая лестница. У нас таких лестниц две. Есть еще коленчатый подъемник, стоит в городской пожарной части 27-й. Также здесь представлен был на занятиях так называемый куб жизни и спасательное полотно. Огромная ответственность профилактике пожаров лежит на коммунальных службах. Пожарные не всегда имеют возможность контролировать ситуацию в конкретном доме или помещении. К тому же необходимо проверить рабочее состояние противопожарных сигнализаций. Поэтому на проходящее учение были приглашены представители акционерного общества «Жилищный трест» и других управляющих компаний. Впереди новогодние праздники. Один из самых горячих периодов в работе служб ГО и ЧС. Виктор Петров, Андрей Скрипкин. Специально для телеканала ЛРТ. В Московской области провели четвертый региональный чемпионат «Молодые профессионалы в Орске и Устраша». Масштабное мероприятие прошло на базе 25 образовательных организаций Подмосковья. В Люберцах площадкой проведения стал техникум имени Юрия Гагарина. На церемонии открытия побывала наша съемочная группа. Я знаю, я не тот, кого ты видела, но за окном это моя слеза. Талантливый и разносторонний Максим в этом году участвует в чемпионате вне конкурса, пока ему нет 18. Однако для него WorldSkills – это отличная возможность набраться опыта в его любимом деле. Парень учится на факультете производства и обслуживания летательных аппаратов. Мое участие в этом конкурсе, даже вне зачета, говорит о том, что я в дальнейшем буду участвовать в WorldSkills, и что мне это интересно, я этим увлекаюсь. Когда-то давно меня дед учил с инструментом работать, отец, потом сам этим увлекался, потом пришел сюда, мне показали, как правильно с инструментом работать. На четвертом региональном чемпионате молодые профессионалы «Честь Люберец» защищают 9 человек. Состязаться в мастерстве ребята будут каждый в своем из 87 направлений на базах 25 образовательных учреждений Подмосковья. В городском округе площадкой для соревнований стал Люберецкий техникум имени Юрия Гагарина. Сюда съехались 15 ребят из Долгопрудного, Луховиц, Жуковского, Москвы, Краснодарского края и Люберец. Мне хотелось бы пожелать вам добиваться своих целей, не сворачивать с выбранного пути. И открывая чемпионат, хотелось бы повторить слова Юрия Гагарина, сказанные им 12 апреля 1961 года. Вы их прекрасно знаете. Поехали! В Люберецком техникуме имени Гагарина торжественно дали старт чемпионату. В течение четырех дней здесь состязаются в трех соревновательных компетенциях. WorldSkills Junior для школьников, обслуживание авиационной техники и управление беспилотными летательными аппаратами. Все это то, что уже умеют молодые профессионалы. Во-первых, это наша программа обучения. Во-вторых, это индивидуальный подход к студентам, которые проявляют наибольший интерес и готовятся участвовать в соревнованиях. Ну и плюс немаловажно, это наши социальные партнеры, которые нам помогают с практикой. Наша практика студентов, ОАО, НПП «Звезда» и Камов, и Мельзаводы. И, вероятно, не зря говорят, что практическая часть в обучении главная. Благодаря полученным навыкам учащиеся Люберецкого техникума из года в год достойно защищают честь не только округа, но и всей страны в целом. Напомню, в 2016-м студент Гагаринского техникума Константин Глинянов стал победителем национального чемпионата WorldSkills Russia в компетенции обслуживания авиационной техники. А в управлении беспилотными летательными аппаратами в 2017-м году на всероссийском этапе чемпионата лидером стал Люберчанин Петр Чеботарев. Анна Троян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Управлять беспилотниками просто. Так можно сказать, глядя на участников 4-го регионального чемпионата WorldSkills Russia. Ребята со всего Подмосковья не первый день состязаются на базе Люберецкого техникума имени Юрия Гагарина. На одной из соревновательных площадок побывала наша съемочная группа. Смотря на эту хрупкую девушку, сложно поверить, что она с легкостью может разобрать и собрать, да еще и запустить в небо квадрокоптер. Талантливая столичная студентка всему научилась за полгода, а накануне заняла второе место в региональном чемпионате WorldSkills в Москве. Поэтому у нас участвуют для опыта в дни конкурса. Ну это же, как бы управлять квадрокоптером, ну вот вы бы когда-нибудь хотели полетать. Просто не бойтесь, занимайтесь тем, что нравится и обязательно все получится. Профессией будущего в совершенстве уже овладел Петр Чеботарев. Победитель национального этапа WorldSkills Russia 2016 теперь тренирует начинающих, управленцев беспилотниками. На соревнованиях в 2017-м к тому же выступает экспертом в компетенции «Джуниор». Парень уверен, что в чемпионате важны не только навыки, но и удача. Самое сложное – это перенос грузов. Мне удалось с ним справиться, мне, честно говоря, очень повезло. То есть я не совсем схватил груз, он мне просто висел на захвате. Это чистое везение. И как только я подлетел к месту выгрузки, он мне просто упал. Кроме того, для своего окружения Петр еще и мотиватор. Александр Бабич, участник чемпионата этого года, вдохновился его успехом. Переносить грузы, выполнить полосу препятствий, обнаружить и починить неисправность в квадрокоптере. Всему этому студент Кагаринского техникума научился за пару месяцев. Первое время, как я взял пульт, первый раз, я продержал его в руках две минуты и сказал, все, я заканчиваю, спасибо, это не для меня. Но потом все-таки успокоился, пошел, взял и полетел. Я теперь выбрал другой путь. До этого я хотел стать полицейским, еще каким-то. Но вот как начал заниматься квадриками, я понял, что мне это очень интересно. Вероятно, направить молодых, способных профессионалов на верный путь. И есть глубокая идея чемпионата. Но все же на национальный этап WorldSkills поедет лишь один из пяти участников из Подмосковья. А сама компетенция управления беспилотными летательными аппаратами уникальна. Ведь профессионально этому почти нигде не учат. Наши ребята это в основном энтузиасты, которые в свободное от учебы время, после уроков занимаются сборкой, настройкой. То есть вот участник из Люберецкого техникума, это специальность компьютерной сети. Все юниоры в том числе готовились на нашей базе. Поскольку в школах такого оборудования попросту нет, мы приглашали для тренировочных полетов, для разбора оборудования. Напомню, региональный этап WorldSkills Russia в Подмосковье проходит на базе 25 образовательных учреждений. В городском округе площадкой проведения выступил Люберецкий техникум имени Гагарина. Анна Троян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Твердо печатая шаг, строго по форме одеты, держат равнение на флаг Люберецкий и наши кадеты. 32 пятиклассника прошли церемонию посвящения в кадеты, где приняли первую в своей жизни присягу и получили из рук офицеров свой первый официальный документ удостоверения кадета. Я, Саидов Тимур, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю быть честным, трудолюбимым. Именно эти важные слова каждый год произносят пятиклассники-воспитанники кадетской школы Люберецкого округа. Торжественное обещание нести почетное звание кадета и быть патриотом своей родины и России. Кадетская школа, или первый кадетский класс, был открыт у нас в 1994 году. И вот с тех пор ежегодно, в декабре месяце, мы проводим торжественную церемонию приемов кадета. Вот в этом году у нас было принято 32 кадета. Мероприятие началось с торжественного марша. Учащиеся кадетских классов прошли строевым шагом с развернутым знаменем. Исполнили государственные кадетские гимны, а также выслушали напутственные слова от педагогов и приглашенных гостей. Не обошлось и без традиционного кадетского вальса. Кадетская школа, любовь и надежда. На церемонии присутствовали родители и родственники воспитанников школы. Многие из них являются военными и поддерживают своих детей в выборе учебного направления. Я очень рад тому, что мои внуки идут по стопам своих родителей, дедов и прадедов. Я надеюсь, что они будут достойны того, чтобы стать кадровыми военными, кадровыми защитниками нашего Отечества. На сегодняшний день в школе учатся 1111 учеников. Из них 425 обучаются в кадетских классах. Нынешнее посвящение является 23-м приемом в кадеты за всю историю школы. После официальной части церемонии праздник продолжился в актовом зале, где выступил школьник Одесский хор. Даниил Михайлов, Андрей Скрипкин, специально для телеканала ЛРТ. В честь российского праздника Дня волонтера в Люберецком музее психологии прошла благотворительная акция «Слоники для опоры». Она существует с января этого года и нацелена на поддержку людей с онкологическими заболеваниями. Поддержка – главное, без чего не обойтись ни одному человеку в трудной ситуации. Тем более, если в своей жизни он столкнулся с страшным диагнозом – рак. В честь Дня волонтера, учащийся члены общественной палаты, участники и онкопсихологи проекта «Опора» шили игрушки тильды в форме слонов для людей с онкологическими заболеваниями. Многие пациенты в этот сложный период теряются. Они фактически загружены неположительными эмоциями, трудностями. Это очень сложно. Поэтому нужно какая-то частичка доброты, частичка позитива, что поможет им справиться. Сделать выкройку, набить ушки, носик, пришить глаза. Чтобы создать одну игрушку, необходим примерно час времени. Но это ничто по сравнению с теми эмоциями, которые испытывают получатели подарков. Ученики Люберецкой школы номер 7 – одни из многочисленных волонтеров. Они принесли для дальнейшей передачи онкобольным людям большую коробку разноцветных и непохожих друг на друга слонят. Недаром древние люди считали, что планеты держатся на трех слонах. То есть, если слоны способны выдержать целую планету, то они поддержат и больных людей, которым нужна поддержка наша. Свою поддержку они передали не только в качестве игрушек, но и в виде небольших открыток с пожеланиями скорейшего выздоровления, улыбок и веры в себя. Вот видев таких слонов, я думаю, что вкладывая сюда свою душу, тепло, внимание, заботу, дети, которые получают это, ощущают поддержку того, что в них верят не только родители, близкие, друзья, врачи. Верят люди и детки, которые на стороне. Они тебе говорят, держись, мы с тобой. Акция «Слоники для опоры» совсем молодая. Проходит с января этого года, но уже получила свое признание, став лауреатом третьей премии губернатора «Наше Подмосковье». Все собранные игрушки передадут пациентам в Люберецкий онкодиспансер, а также в детское отделение Центра онкологии имени Блохина. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Российский пианист-виртуоз, композитор, профессор Барселонской академии музыки Сеня Сон провел концерт в Люберцах. Он состоялся в библиотеке имени Сергея Есенина. На мероприятии собрался полный зал ценителей живой музыки. Абсолютная магия звука царила в этот вечер в зале. С произведениями Баха, Чайковского, Бетховена через призму времени композитор Сеня Сон познакомил собравшихся гостей. Хотелось рассказать некоторые истории некоторых произведений, в частности произведений написания Лунной сонаты Бетховена, Чайковского, времена года. Рассказать, чтобы люди как бы знали, потому что библиотека все-таки и просветительский образовательный центр, почему шикарный, я совершенно посмотрел здесь. Семен Сон неоднократно выступал не только в России, но и в Японии, США, Франции, Англии, а также давал сольные концерты в Букингемском дворце Лондона для королевы Елизаветы II. А на концерте в Люберцах, помимо игры на рояле, гости слушали и авторские произведения Вадима Баркова, хорошего друга, пианиста-виртуоза. Еще последний нот и звук повис над тишиной звенящей, и музыки родник пленящий питает страстью сердца стук, и музыкант вперед склоненный, уже любивший, но влюбленный, от струн не поднимает рук. Особенностью концерта стала взаимосвязь музыки и стихов, что не оставило ни одного зрителя равнодушным. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. И в завершении выпуска. Российская сборная на зимние Олимпийские игры 2018 не едет. Такое решение принял Международный Олимпийский комитет. Наших спортсменов допустят до участия только в статусе «Олимпийский спортсмен из России» под нейтральным флагом, без гимна и формы. Как к этому относятся люберчане, узнаем прямо сейчас в нашей постоянной рубрике «Свободный микрофон». Я считаю, это унижение нашей страны прежде всего. Я думаю, что, конечно, это безобразие. Я считаю, что наши спортсмены должны выступать непременно в Олимпийских играх. И я не думаю, что то, в чем их обвиняют, это реальность. Проблема чиновников – это проблема чиновников. Спортсмены не должны страдать из-за политики. Те, кто допинг принимал, должны быть наказаны, безусловно. Но всех сметать из-за каких-то частных случаев не стоит. Я не знаю, что вам ответить, потому что жалко наших спортсменов. Они всегда добиваются своего сами. А это все ерунда. Ну, вопрос такой серьезный. Я, конечно, за свою страну очень переживаю. И очень хочется, чтобы это все разрешилось в нашу пользу. Чтобы все-таки спортсмены – это люди, которые огромные усилия затрачивают. И чтобы их, в общем-то, не обижали. Я думаю, политика – дело грязное. И мне кажется, что все-таки Олимпийские игры – это игры мира. И при чем тут политика? Спорт – это мир. Вы же слышали, что некоторым спортсменам разрешили под нейтральным флагом выступать. Ну, я тоже понимаю людей, которые 4 года тренировались, им хочется показать себя. Ну, это сложный вопрос. Каждый решает за себя. Я думаю, что каждый спортсмен должен сам решать, нормально для него это или нет. Наши спортсмены должны только под гимном, только под нашим флагом выступать. Для ребят, которые старались действительно – это плохо. И, наверное, если мы сможем на конце выйти со своим флагом, то надо что-то придумать такое, чтобы произвело впечатление. Вот тогда будет хорошо. Должны выступать все спортсмены именно под флагом Российской Федерации. Потому что мы Россия. Мы должны выступать под своим флагом, а не под Олимпийским флагом. Это, я считаю, ну, как-то некорректно даже по отношению к нашим спортсменам. Олимпийский спорт. Он в первую очередь сплачивает между собой государство. Понимаете? Государство, а не отдельных спортсменов. Понимаете? Вот на этом уровне нужно и соревноваться. А сейчас поедут отдельные личности и все остальное. Государство затратило огромные средства, а сейчас отдельные спортсмены будут соревноваться между собой. Ну, я считаю, это неправильно. Все-таки, как бы, честь Родины, она в любом случае присутствует в каждом русском человеке. Ну, а там уже каждый сам решает. Многие спортивные и государственные деятели уже высказались по этому поводу. Подавляющее большинство считает, что российским спортсменам нужно ехать на зимние Олимпийские игры под нейтральным флагом и побеждать. Такой мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем уже совсем скоро. Напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на страничках ЛРТ в социальных сетях. Подписывайтесь. Ну, а я, Мария Лапочева, с вами прощаюсь. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова